Члены платформы «Да» не получали предложения от партии «Действия и солидарность» о сотрудничестве для создания нового состава правительства. Об этом в телеэфире сообщил экс-заместитель председателя политформирования Игорь Мунтиану. Он сообщил, что бывшие коллеги по Альянсу по этому вопросу с ним не контактировали. Мы не говорили на эту тему, но я подозреваю, что и мои коллеги не получали никаких приглашений обсудить эту тему. Да и, на мой взгляд, в этом нет смысла. С другой стороны, ни одна партия не располагает достаточным числом людей с опытом, которые могли бы восполнить существующую нехватку кадров. Получить информацию у пресс-секретаря ПДС Аурики Жордан о том, поступали ли предложения о сотрудничестве членам платформы «Да» или представителям других партий, не удалось. Она сообщила, что не комментирует заявления политиков. Следует отметить, что спустя два дня после выборов бывший лидер платформы «Да» Андрей Настаси публично заявил, что члены политформирования готовы рассмотреть любые предложения новой власти. На прошлой неделе около 200 фермеров обратились к Майи Санду с просьбой рассмотреть кандидатуру Александра Слуцаря на должность министра сельского хозяйства. Они направили главе государства и исполняющему обязанности председателя ПДС Игорю Гросу ходатайство с аргументами в пользу Слуцаря. В ответ президент заявила в телеэфире, что все предложения будут учтены. Недавно в ПДС сообщили, что желающие работать в министерствах должны отказаться от своей партийной принадлежности. Главный критерий отбора на высокие посты – профессиональный опыт и неучастие в криминальных схемах, подчеркнули в политформировании.